Какую мрачную тайну вы скрываете? Лежа на смертном одре, мой дедушка признался, что во время войны во Вьетнаме он убил несколько своих товарищей морпехов за то, что они пытали и насиловали молодых девушек. Большинство членов нашей семьи об этом не знают. Изменено. Мой дедушка был крутым мужиком, очень спокойным и мягким. Так что, когда он признался нам с мамой, мы были в полнейшем шоке. Он всю жизнь работал оружейником и очень гордился тем, что в свое время был морпехом. Однако чувство вины, не отпускающее его со времен войны, заставило его поверить, что в итоге жизнь его наказала. Он умер очень болезненной и жесткой смертью, я бы никому такого не пожелал. Учитывая, что многие из вас в комментариях одобряют его действия, я надеюсь, что ему будет легче найти покой в том мире, в котором он сейчас находится. Сам я, конечно, никогда не испытывал никаких сомнений на этот счет. Моя приемная сестра знает, что ее биологическая мать погибла в результате ужасного несчастного случая. Но она не знает, что причиной ее смерти стало то, что ей оторвало голову. Я работал с парнем, который оказался первым свидетелем на месте инцидента. В данный момент я живу с мамой, потому что у нее рак. Но по правде я очень жду, когда она нас покинет. Звучит ужасно, но я лучше бы поскорее увидела, как она погибнет, чем продолжила наблюдать за тем, как она страдает все сильнее. Дело не в том, что я получу что-то от ее наследства, а в том, что мне хреново видеть, как она страдает. Мне больно видеть ее в таком состоянии. Большинство моих родных считают, что недавняя внезапная смерть моей матери была вызвана осложнениями от рака. Но на самом деле она умерла от отравления оксикодоном, морфином, фентанилом и метом. Все указывает на то, что она попросту втихую решила устроить для себя убийственную вечеринку. За два дня до того, как покончить с собой, мой отец позвонил мне и сказал, что хочет выпилиться. Он несколько месяцев названивал мне и говорил, что находится в жесткой депрессии, а я уже устал это слушать. И я повесил трубку. Я бросил трубку, не желая разговаривать со своим отцом, который хотел покончить с собой. В итоге он сделал это на мое 17-летие. Все в семье считают, что это совпадение, что он покончил с собой в мой день рождения. Но я знаю истинную причину. Я никогда не рассказывал об этом никому из родни, так как знаю, что они будут винить меня, особенно мой брат. С тех пор, как он покончил с собой, мне постоянно снится один и тот же кошмар. Я вижу, как мой отец идет мимо проходов в конце продуктового магазина. Он толкает пустую тележку, мельком смотрит на меня с другого конца, а потом продолжает идти. Когда я добегаю до места, где он был, он оказывается уже в другом конце прохода. И так до тех пор, пока я в криках не проснусь. Некоторые тайны до конца жизни будут нас преследовать. Когда мне было лет 9, я воспользовался маминой кредиткой, чтобы от имени моего конченого отчима-алкоголика зарегистрироваться на сайте с проном. Я надеялся, что они поссорятся из-за этого, и она уйдет от него. Она действительно ушла, но только через год или типа того. Зато мой нынешний отчим настоящий мужчина. У меня не такая уж серьезная тайна по сравнению с некоторыми из тех, что вы писали тут. Но из-за нее я очень часто испытываю чувство вины. После смерти моего жениха я в течение года целыми днями только и делала, что спала. Как-то раз мне позвонила тетя, и я тупо отклонила ее звонок, вновь закрыв глаза и погрузившись в сон. Тетя звонила, потому что моя бабушка, которая была больна раком и находилась в очень тяжелом состоянии, хотела поздравить меня с днем рождения, накануне моего дня рождения. На следующий день бабушка умерла. Я должна была взять эту чертову трубку. Всю свою взрослую жизнь я был зависимым человеком. Я пил целыми днями каждый день, до работы, во время работы и после. Иногда я засыпал во время обеденного перерыва или сваливал с работы, и мне приходилось выдумывать разные болезни, которыми я якобы болел. Сегодня идет уже 185-й день, как я не пью. Один из моих ближайших коллег, являющийся неотъемлемой частью нашей крупной корпорации, будучи совсем молодым, убил человека, после чего бросил труп в озеро. Причем он очень легко отделался. Я работаю на удаленке, поэтому я особо не строю каких-то тесных отношений с людьми, с которыми мне регулярно приходится работать. Но я загуглил его полное имя. Поначалу я испугался, но потом подостыл. Мне стало интересно, знает ли об этом кто-нибудь еще. Случай произошел 40 с лишним лет назад. Он скоро выйдет на пенсию, и тогда я смогу спросить про это у другого коллеги. Я просто не хочу создавать панику и подливать масло в огонь. А ты знал, что Берни из бухгалтерии убийца? Убийца веселья? Ага, еще как. Моя депрессия и мысли о самовыпиере никуда не исчезли. Я просто смирился с тем, что мне придется подождать естественной смерти. Потому что если я покончу с собой, то оставлю тем самым шрам на всю жизнь моей семье и большинству людей, которые меня знают. Я не знаю почему, но я все время думаю о том, что когда-нибудь я разорву все контакты со всеми в моей жизни. Исчезну из их мира и буду жить только для самого себя. Я не знаю, откуда у меня такие мысли. Один мой друг поступил так в 2015 году. Где бы я сейчас ни находился, я все еще пытаюсь его найти. Я мечтаю, чтобы он когда-нибудь просто вернулся. Я волнуюсь. Он мой друг, и я люблю его. Но меня распирает от злости. Мы не знаем, живой он или мертвый. И от этого еще больнее. Пи, если ты читаешь это, я люблю тебя. Но идешь нахер, бро. Я была свидетельницей актов неверности обоих моих родителей. В возрасте 5 лет моя мать изменила моему отцу, пока тот был в командировке. Мой брат рассказал мне об этом и сказал, чтобы я никому об этом не говорила. А спустя 2 года мой отец начал спать со своей секретаршей. Они тайно встречались в течение нескольких лет. Более того, он приводил меня на свидание с ней, а сам говорил моей матери, что мы идем в кино. Он приводил меня к ней домой и просил ее сожительницу посидеть со мной, пока они куда-то ходили или просто тусили в ее комнате. Мои родители все еще в браке, и я не знаю, в курсе ли кто-то из них про эти измены. Извинено, всем, кто пишет, что возможно они находятся в свободных или полигамных отношениях, отвечу, да, может и так. Но я сомневаюсь в этом, учитывая их взгляды на большинство вещей. Кроме того, если бы они реально состояли в таких отношениях, то нужно было бы объяснить нам это, а не изменять всихаря и просить нас, чтобы мы не рассказывали об этом другому родителю. И, может быть, не стоило вести своего ребенка на свидание с любовницей. А еще есть вероятность, что они оба были обо всем в курсе и просто оставались вместе ради детей. Во время войны в Корее мой дедушка служил в морской пехоте на Окинабе в Японии. Там он повстречал женщину, которая в итоге от него забеременела. Получается, что у меня есть тетя Японка и несколько двоюродных братьев в Японии, с которыми я никогда не встречалась. Мы с братом сделали тест 23andMe и узнали, что у нас есть сводный старший брат или сестра, с которым у нас общий отец. Я написал им, но пока не получил ответа. Поскольку наш сводный брат или сестра старше нас, то получается отец сделал ребенка во время своей военной службы, которая была недолгой, ведь он вскоре был с позором уволен, что он, кстати, до сих пор скрывает от своей семьи. Я 13 лет была замужем за своим лучшим другом. Я считала, что у нас прекрасный брак. Но как-то раз наша пятилетняя дочь рассказала мне, что он вынуждал ее ублажать его. Я была в полнейшем шоке. Я была разбита и напугана. Он ведь был одним из тех веселых парней, с которыми все хотят проводить время. Я сразу же позвонила в полицию и его арестовали. Когда полиция начала вести расследование по его делу, они выяснили, что во время учебы в колледже его уже арестовывали. В тот раз за то, что он обнажался перед совсем маленькими мальчиками. Тогда он отделался очень легко. Помогло то, что он был из богатой семьи. Один из его дядей был губернатором штата, в котором мы жили. Мне было так стыдно, что я просто сказала нашим друзьям, что он завел роман с другой женщиной и уехал. На самом же деле ему дали 5 лет тюрьмы. Я собралась силами, отправила дочь к психотерапевту и следующие 15 лет просто жила жизнь у матери. Оплачивала я частную школу, классные поездки и так далее. Она была для меня всем. Потом, когда она поступила в колледж, он связался с ней через фейсбук. Когда я увидела, что она общается с ним, я была в шоке. Я снова была разбита и напугана. Я позвонила и сказала ей, что хоть она уже взрослая, я считаю, что ей следует быть осторожной, ведь общаться с ним небезопасно. Она бросила трубку и с тех пор не разговаривала со мной. Это произошло 4 года назад. Я до сих пор шлю ей по 40 тысяч долларов в год, чтобы она оплачивала обучение в медицинском колледже. После того, как мои родители развелись, к нам переехал отчим. Он почти сразу начал до меня домогаться. В глубине души я чувствовала, что это все неправильно, но подумала, что раз он взрослый, то знает, что делает. Я доверяла ему. Как-то раз ночью моя сестра застукала его с поличным, взбесилась и рассказала маме. Приехала полиция и его арестовали. Мне тогда было всего 9-10 лет, так что многое из происходившего я помню смутно. Первое время после случившегося мама брала меня по ночам спать с ней в кровати и нянчилась со мной. Мне это очень нравилось. Однажды, спустя несколько месяцев, мы шли домой со школы и увидели папин фургон, который стоял у нашего дома, и мешки с вещами. Внутрь нас не пустили. Папа сказал нам, что в начале недели ему позвонила мама и сказала, что если он не приедет и не заберет нас, то она от нас избавится. Она даже не захотела выйти и поговорить с нами. Я не выдержала и разрыдалась. Учитывая, что мой отец жил в другом штате, это означало, что нам пришлось расстаться с нашими друзьями и покинуть наш родной город. Когда мы уезжали, наши друзья бежали за фургоном. Спустя время мать разрешила моему отчиму вернуться к ней. В течение нескольких лет она не разговаривала с нами и избегала нас. Видимо, она не хотела видеться с нами после того, что она сделала. Она выбрала мужчину, который растлил ее ребенка. Она предпочла его своим собственным детям. В конце концов, мы возобновили общение с ней, но у нее явно были беды с головой. Самое забавное, что она занимает очень высокую должность в одном из крупнейших банков Америки. Касаемо работы, люди ее очень высоко оценивают. Но в жизни она самое настоящее чудовище. 11 лет назад, когда я начала восстанавливаться после зависимости от Геры, я наконец-то набралась смелости и разорвала с ней все контакты. И с тех пор ни разу с ней не разговаривала. Эту историю знают лишь несколько человек. И мне было приятно рассказать ее вам. После того, как я оборвала с ней связь, моя жизнь пошла в гору. Люди все время твердят, как важна и нужна мама. Лол, не бойтесь вычеркнуть из своей жизни семью только потому, что это семья. Спасибо Reddit, что дали возможность поделиться своей историей. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, какую мрачную тайну вы скрываете. И не забудьте посмотреть наши другие ролики. Обнял. Пока. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова